Прошу вас, барон. Судя по тому, как разворачиваются события, к концу недели вы, вероятно, уже будете в горлине. Прием, который вам готовит дорогой Майфон Борг, просто поразит вас. Мне известно, как расценивать в высоких сферах вашу деятельность в этой стране. Англичане так уж трудно провести, барон. Вы правильно сделали, мой дорогой Майфон Борг, прикинувшись спортсменам тем самым... Нет, нет, это совсем не так. Я обожаю спорт. Ну что ж, этого ваша деятельность только эффективнее. Мне известно, что вы даже занимаетесь боксом вместе с молодыми английскими офицерами. Замечательно. В результате никто вас не принимает всерьез. Кто вы? Славный малый. Для немца человек вполне приличный. Кому придет в голову, что ваш тихий загородный дом, центр, откуда происходит половина всех бед английского королевства. И что помещик-спортсмен, опытный агент, самый ловкий и самый милый во всей Европе. Вы гений, дорогой Майфон Борг, вы гений. Плестите мне, барон. Но я действительно могу сказать о себе, что провел шесть лет в этой стране не зря. Я никогда не показывал вам мой маленький тайник. Быть может, зайдем на минутку дом? Прошу. Часть моих бумаг уже переправлена. На менее важные взяла с собой жена. Она вместе со своими домочадцами отбыла во Флиссинген. Рассчитываю, что охрану остального возьмет на себя посольство. Ваше имя уже включено в список личного состава. Конечно, как знать. Может быть, нам не придется уезжать, если Англия предоставит Францию ее собственной участи. Нам достоверно известно, что никакого взаимообязывающего договора между ними не существует. Ну, а Бельгия? То же самое в отношении Бельгии. Но честь страны? Дорогой мой фон Борг, мы живем в век утилитаризма. Все теперь продается и все покупается. Честь? Понятие средневековое. Кроме того, Англия не готова. По моему мнению, им благоразумнее сражаться вместе с союзниками, чем одиночку. Эта неделя решит судьбу Англии. Прошу. КОНЕЦ Оборона берегов Ла-Манша Форты Ирландия Подводные лодки Аэропланы Грандиозно И всего за пять лет, барон? Не так уж плохо для помещика в опивохе охотника Но бриллианта, который должен увенчать мою коллекцию, здесь еще нет Он скоро прибудет, и ему уже приготовлено оправа Военно-морская сигнализация У вас здесь уже очень солидное досье Устарело, пустые бумажки Адмирал Кейса каким-то образом проведала Забила тревогу И все коды были изменены Но С помощью моей чековой книжки И молочины Олтимонта Все будет улажено Прошу Все в порядке Скоро привезу новые запальные свечи Олтимонт Запальные свечи Олтимонт выдает себя за механика А у меня тут целый гараж В нашем с ним коде Все обозначено терминами Автомобильных деталей Пишет о радиаторе Имеется в виду линейный корабль А насос для масла Это крейсер Запальные свечи Значит Военно-морская сигнализация Они, конечно, полезны, эти Изменники Родины Но как-то обидно платить за предательство Он вовсе не изменник Уверяю вас Что касается отношения к Англии Наш самый прогерманский юнкер Нежный голубок По сравнению с озлобленным Американским ирландцем Вот как Он американский ирландец? Да Очень самолюбив Легко обижается Лезет в бутылку С ним Не просто Смею вас уверить Ну что ж Увы Пора лететь Надо вернуться в Лондон Засветло Как все выглядит спокойно Мирно А через какую-нибудь неделю Другую британский берег Утратит свой идиллический вид Да и небо несколько изменится Если наш уважаемый Цепелин Сдержит свое обещание К той стороне Харридж А это кто там? Марта Служанка Моя жена хотела взять ее с собой в Германию Но я решил ее оставить при себе Замечательно Она мне кажется олицетворением Британии Погружена в себя И благодушно дремлет Дорогой фон Бор Дорогой фон Бор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой фон Бор Дорогой фон Бор Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой фон Бор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Пора брать след, как в старые добрые времена. А ведь на этой дороге стрелок не так уж много. Совсем мало. Мало. Да, тело, безусловно, приобретает большой интерес. Поразительно. Поразительно. Кстати, я не заметил совершенно следов крови. А их нет здесь. А раны были большие? Ну, череп был раскроен. А вот все внешние повреждения незначительны. Все-таки странно. Не могу же вовсе войти из без кровотечения. Могу вас заверить, мистер Холмс, что вагоны были тщательно проверены мной. Да, мной, лично мной. Я сейчас думаю, что вам нужно было осматривать не вагоны. Итак, продолжим. Официально ответственным за документы является известный правительственный эксперт Джеймс Уолтер. Его награды, титулы и звания занимают в справочном словаре две строки. Он посидел на государственной службе. Это настоящий английский дворянин. Почетный гость в самых высокопоставленных домах. Он один из двоих, имеющих ключ от сейфа. В понедельник сэр Джеймс Уолтер уехал в Лондон около трех часов, взяв ключ от сейфа с собой. Это проверено? Да. Его брат, полковник Валентайн Уолтер, показал, что сэр Джеймс Уолтер действительно уехал из Кубича. Кубич Валентайн Уолтер Можем ли мы повидать сэра Джеймса Уолтера? Сэр Джеймс? Сэр Джеймс скончался сегодня утром, сэр. Как? Сегодня утром? Сегодня утром. А отчего он скончался? Быть может, джентльмены, вы соблаговолите войти в дом и повидайте его брата, полковника Валентайна. Вы правы, мы так и сделали. Вряд ли можно считать случайностью то обстоятельство, что тело обнаружено около того места, где поезд проходит стрелку и где вагоны трясет и раскачивает. Отсутствие следов крови тоже не случайность. Из вагона тело выпасть не могло. Мы знаем, что все двери были закрыты. Поэтому я думаю, что Кады Генуэст вообще был убит в другом месте. Но как же тело попало на рельсы? Элементарно, Ватсон. Оно упало с крыши вагона. С крыши? Да. Несчастье случилось из-за этого ужасного скандала. Мой брат был человеком высокой чести. Он не мог пережить такого позора. Это его потрясло. Он всегда гордился безупречным порядком в своем департаменте. И вдруг такой удар. Мы надеялись получить от него некоторые пояснения, которые могли бы способствовать раскрытию дела. Уверяю вас, то, что произошло, было для него так же непостижимо, как для вас и для всех прочих. Он уже заявил в полицию все, что ему было известно. Разумеется, он не сомневался в виновности Кады Генуэста. Однако все остальное полная загадка. А лично от себя, как брат покойного, вы ничего не хотели бы добавить? Я знаю только то, что слышал от других и прочел в газетах. Но я вынужден просить вас и не хочу быть нелюбязным, мистер Холмс. Вы должны понять, мы сейчас в большом горе. Я вынужден просить вас поскорее закончить разговор. Итак, чертежи взял молодой Кады Генуэст. Сделать он это мог только с помощью поддельного ключа. Нескольких поддельных ключей. Сначала надо было проникнуть в здание, а потом в комнату. А кем был этот покойный Кады Генуэст? Ничего плохого об артуре Кады Гене Уэсте сказать не можем. Он чистился младшим клерком, был под началом у Сиднея Джонсона. Кроме него никто не имел права брать чертежи в руки. У кого хранился второй ключ? У старшего клерка конторы техника Сиднея Джонсон. Ему 40 лет, женат, пятеро детей. Человек молчаливый, суровый. Отзывы по службе отличные. А кто в последний раз запирал сейф? Сиднея Джонсон. Очень неприятная история, мистер Холмс. Очень неприятная. Такая неразбериха. Глава департамента умер. Кады Генуэст умер. Документы похищены. А в понедельник вечером, когда мы выходили из кабинета, все было в полном порядке. В котором часу заперли помещение? Пять часов. А где находились документы? В сейфе. Я сам их туда положил. Предположим, что Кады Генуэст решился проникнуть в помещение в неслужебное время. Ведь для того, чтобы добраться до документов, ему понадобилось бы три ключа. Да-да. Ключ от помещения, ключ от конторы и ключ от сейфа. Ключи всегда хранятся у вас и у сэра Джеймса. От помещения у меня ключей нет. Только от сейфа. Скажите, сэр Джеймс отличался аккуратностью? Полагаю, что да. Знаю только, что все три ключа он носил с собой на одном кольце. Я часто у него их видел. И это кольцо с ключами он брал с собой, когда уезжал в Гондон. Он говорил, что они всегда при нем. Прошу. Благодарю. У меня есть вопрос. Если бы кто-нибудь из сотрудников, работающих в этом помещении, задумал продать военную тайну, не проще было бы для него скопировать чертежи, а не похищать оригиналы, как это было проделано? Да. Чтобы скопировать чертежи, нужно обладать большими техническими навыками. Мне кажется, этим обладали, сэр Джеймс и Кадуген Уэст. Они есть у вас? Разумеется. Я прошу. Я прошу не впутывать меня в эту историю, мистер Холмс. И зачем гадать, что было, что не было. К тому же чертежи были найдены в кармане Уэста. Но право же очень странно. Что он пошел на такой риск и захватил с собой оригиналы, когда мог просто-напросто скопировать их и продать копии. Действительно, это очень странно. Мистер Джонсон, продемонстрируйте нам, пожалуйста, как закрываются ваши ставни. Вот видите, Ватсон, ставни дальше не движутся. Поэтому при желании легко можно без труда заглянуть с улицы в комнату. я ничего не понимаю. С тех пор, как стало известно о несчастье, я не сам отнула глаз. Я день и ночь думала, пытаясь доискаться правды. Артур был прямодушным человеком, верным своему долгу. Он скорее отрубил бы себе правую руку, чем продал бы доверенную ему государственную тайну. Но факты, мисс Вестбери. Да, но я не могу их объяснить, признаюсь. Не было ли у него денежных затруднений? Нет. Потребности у него были очень скромные. А жалования он получал большое. У него имели сбережения несколько сотен фунтов. А на Новый год мы собирались обвенчаться. А вы не замечали, чтобы он был взволнован? Нервничал? Прошу вас, мисс Вестбери, будьте с нами абсолютно откровенны. Как-то вечером зашел разговор о том, какое необычайно важное значение имеют документы, хранившиеся в сейфе. И что иностранные шпионы дорого бы дали за эту военную тайну. И больше ничего. Заметил только, что они небрежны с хранением военных документов. И что изменнику не составило бы труда добраться до них. Расскажите, что произошло в тот вечер. Мы собирались в театр. Был такой густой туман, что такси заказывать было бессмысленно, и мы пошли пешком. Дорога наша проходила недалеко от арсенала. Вдруг Артур бросился от меня в сторону и скрылся в тумане. не сказав ни единого слова. Нет. Он крикнул что-то. Я стояла, ждала, но он не появлялся. Тогда я вернулась домой. А утром из департамента пришли справляться о нем. И уже около 12 до нас дошли ужасные вести. КОНЕЦ 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 Джон. Джон. Джон, телеграмма. Ватсон, обедаю в ресторане Гальдине на Глостер-Роуд, Кенсингтон. Приходите, захватите с собой ломик, наш старый фонарь, стамеску и револьвер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Все захватили? Я прихожу к окончательному выводу, что труп просто положили на крышу вагона. А не могли вы забыть, что труп просто положили на крышу вагона? Сбросить на крышу с какого-нибудь моста. Нет, в крыше вагона покатая, ограждений никаких нет. Тело просто бы не удержалось. Совершенно неправдоподобно. Следовательно вспомнить старый аксиому Ватсону. Если все факты, кроме одного отброшенные, то этот последний и является абсолютно неопровержимой истиной. К тому же я выяснил, что один крупный международный шпион Гуго Оберштейн проживает в доме, который непосредственно примыкает к рельсам метро. Кольфилд Гарденс 13. Значит, вы все-таки докопались до сути. Этот Гуго Оберштейн покинул Англию без всякой паники. Поэтому ему никогда не могло бы прийти в голову, что два джентльмена нанесут в его отсутствие визит на Кольфилд Гарденс. Опять? Нет, Холмс, мне это не нравится. Друг мой, вам придется просто немного постаражить в дверях. Всю противозаконную сторону я беру на себя. А потом вспомните, ведь в этом заинтересованы адмиралтейства. Даже сам премьер-министр я уж не говорю об одной очень высокой особе. Вам доверяют. Друг мой. Ну что ж, вы правы, Холмс. Это наш долг. Черт возьми. Холмс. 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 Силы. Холмс. Это, наверное, и есть то самое окно. Сгляните, Ватсон. Сажа на подоконнике стерта. Да, безусловно, здесь вот лежало тело несчастного Кадагена Уэста. Что это? По-моему, следы крови. Да, я заметил точно такие на ступеньках лестницы. Вот, крыша вакуума прямо под окном. Как видите, пока мои предположения подтверждаются. Что вы на это скажете? Вы превзошли самому себя. Пойдемте дальше. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 С моим братом, Майкрофтом Холмсом. Центральная. 835, пожалуйста. Благодарю. Майкрофт, доброе утро. Да, я. Да. Да, вот оно. Так, сегодня вечером. То же место, тот же час, стучать два раза. Дело чрезвычайно важное. На карте ваша собственная безопасность. Пьеро, каково? Так что пехотная мина, которую я поставил, сработала. И первым на ней подорвался. Да, да. Наш друг, доктор Ватсон, да. Наступил сразу. Да. Да. Нет, если ты сегодня 8 часов будешь на Колфилд Гарденс, я думаю, мы подвинем решение нашей проблемы. Да. Нет, нет. Лейстрейд просто необходим. Да, как в экстерьер, когда нужно тащить лесу из норы. Ты? Да, да. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Присаживайтесь, джентльмены... Продолжение следует... 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 Не с места. Уж этого я никак не ожидал. Кто это? Это полковник Валентайн, парад покойного сэра Джеймса Уолтера. Не стрейк. Что это значит? Я пришел к Оперштейну. Все раскрыто, полковник Уолтер. Нам известно все о вашей переписке и отношениях с Оперштейном, а также об обстоятельствах, связанных с убийством Кадагена Уэста. Мы знаем, что вы изготовили слепки с ключей, находившихся у вашего брата, и вступили в переписку с Оперштейном, который отвечал на ваши письма в разделе объявлений в Daily Telegraph. Мы знаем также, что в тот туманный вечер, в понедельник, вы проникли в помещение, где стоял сейф. А Кадаген Уэст вас выследил через окно, где была неплотно закрыта ставня. Очевидно, у него уже были веские доказательства вашей вины. Забыв про личные дела, Кадаген Уэст преследовал вас скрытой туманом до этого дома. Тут он к вам подошел, и вы, полковник Уолтер, к государственной измене прибавили еще более страшное преступление. Убийство! Нет, я не убивал. Клянусь богом, я не убивал. Как он тогда погиб? Я запутался, играя на бирже. Но Оберштейн предложил мне пять тысяч. Я хотел спастись от разорения, но я не убивал. Что же в таком случае произошло? Уэст подозревал меня и выследил. И, как вы сказали, он ворвался сюда, в эту квартиру. Он бросился к нам, стал требовать, чтобы мы объяснили, зачем нам понадобились чертежи. Оберштейн имел при себе свинцовый кастет, и удар оказался смертельным. Оберштейн предложил положить труп на крышу вагона. Но сперва он посмотрел чертежи, отобрал три самых важных и сказал, что заберет их. А остальные семь мы засунем. В карман этому малому. Когда это обнаружится, похищение, конечно, припишут ему. А ваш брат, сэр Джеймс? Он не говорил ни слова. Но однажды он застал меня с ключами. Я думаю, он стал меня подозревать. Это читалось в его взгляде. Он не мог больше смотреть людям в глаза и... Где сейчас Оберштейн? Куда он повез похищенные чертежи? Не знаю. Он не оставил адреса? Сказал только, что у него срочные дела в Суссексе. Где-где? В Суссексе. Да. Пойдемте, Ватсон. Это нам по дороге. КОНЕЦ 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 Подождите меня, друг мой, я задержусь на несколько минут. Мне необходимо передать моему соседу вот это руководство по разведению пчел. Он решил последовать моему примеру. Да, как видите, тишина, природа, свежий воздух. Пользуйтесь всем этим, Ватсон, если уж попали в наши края. Мистер Борг, дело выглядело, вот ваши запальные свечи. Сигналы? Да, все как в Телеграме. Сигналы лампы, маркони, все как я обещал. Но, конечно, копии, не оригиналы. Поймите, было бы слишком опасно, но вы останетесь довольны. И, кстати, неплохо было бы спрысвать такое удачное окончание нашего дельца. О! Сейчас, минутку. Собирайтесь сдавать ходу. Послушайте, Борг. А вы что, действительно все свои бумаги храните вот в этом гробу? Да? Почему бы и нет? Нет, вы считаете, шпионов высшего класса. А любой воришка вскроет этот гроб простым консервным ножом. Если б знал, что мои письма окажутся здесь, я никогда не стал бы вам писать. Ни одному воришке с этим сейфом не справится. Металл, из которого он сделан, не разрежешь никаким инструментом. Хорошо, а замок? Замок особый. С двойной комбинацией. Чтобы открыть такой замок, требуется знать определенные слова. В данном случае один из двенадцати месяцев. Нижнее отверстие для слов. Верхнее отверстие для цифр. Да. Война на пороге. Кое-кто из нас мог уже тогда предвидеть точную дату. Теперь время пришло. Завтра утром я свертываю все дела. Прозит. Мистер Борг, вытащите меня отсюда. Я больше не могу один оставаться на этом проклятом острове. Через неделю британский лев встанет на задние лапы и начнет бушевать. Что мне тогда делать? Что вам американцам? Боятся Скотленд-Ярд. Джек Джимс тоже был американский гражданин, а сейчас сидит в портлиндской тюрьме. Вы что думаете? Британский фараон будет с вами целоваться, если вы скажете, что вы американец? Он скажет, у нас здесь свои законы британские. Вот что он скажет. Сдается мне, что вы вообще не бережете людей, которые на вас работают. Что вы хотите сказать? Вы никому еще не помогли, а? Даже того же Джеймса вы не выручили. Джеймс сам виноват. Вы отлично это знаете. Он был не слишком дисциплинирован для такого дела. Согласен. Джеймс вообще-то был тупая башка. Ну, а Лукаш? У Лукаша была ненормальная ревнивая жена. Да и сам он был. Тоже слегка того. Спятишь, когда кругом шныряют полицейские щейки. Уж если говорить о Боберштейне. Что такое с Оберштейном? Вы что, не знаете? Оберштейна взяли вместе со всеми бумагами. Он сидит в портлиндской тюрьме. Как они добрались до Берштейна? Как вы уже видны, П Ox. Как я знаю? Уж если. Пропал, я вам дважды. Добрый день! Очень радовалась. Помоюсь посмотреть. Показывай. Пропал вbr SAM. Пропал в дж. Пропал в рубль. Пропал. 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 Пропал в дв-п公р. Хозяйки соседней фермы явились два типа, расспрашивали обо мне. Вот я и решил, чтобы рассматриваться. С тех пор, как мы с вами договаривались, Абертштейн четвертый поищен. Я знаю, кто будет пятым, если вовремя не смоюсь. Да. Все-таки любопытно. Кто же нас всех продает? Как вы смеете так со мной разговаривать? Мистер Фонборг, если бы у меня не было смелости, я бы на вас не работал. И потом вообще кое-кто намекал, что вы даже радуетесь, когда агенты, которые сослужили вам службу, потом сцапают. Вы имеете наглость заявлять мне, что я убираю собственных агентов? Все, все-все-все. Перекиньте меня через океан. И чем скорее, тем лучше. Прошу. Мы слишком долго работали сообща, чтобы ссориться теперь накануне победы. Вы работали отлично. Шли на большой риск. Я этого не забуду. Сначала поезжайте в Голландию, в Роттердаме. Вы сможете сесть на корабль до Нью-Йорка. Все другие проходные линии через неделю будут небезопасны. Я забираю ваш пакет и увожу его вместе с остальными документами. А как это насчет... насчет вознаграждения? Ну, пятьсот фунтов. Вознаграждение за труды. Так что я хочу получить свои деньги здесь и сейчас. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Раз уж вы, мистер Олтимонт, перешли на такие отношения, я не вижу резона, почему мне доверять вам больше. Я вам чек. Вы мне пакет? Я все слышал, друг мой. И как прикажете это понимать, Шерлок Холмс? Как? Шерлок Холмс? Да. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Ватсон, вас зацепила пуля. Вы были неподражаемы, Ватсон. Неподражаемы. Что здесь произошло? Холмс. Я скоро вернусь, а Марта вам все объяснит. Марта! Доктор Ватсон. Откуда вы меня знаете? Вы ранены, доктор Ватсон. И вообще, что это все значит? Это значит, что мистер Холмс оказал неоценимые услуги Великобритании. И я горжусь, что отблеск славы этого великого человека падает на меня. Миссис Ватсон. Это я, доктор Ватсон. Наконец-то вы меня узнали. Все, что здесь происходит, это государственная тайна. И даже вам я не могу открыть ее. Помогите мне, Ватсон. Он мертв. Нет, он просто спит. Я ему дал сильное действие, честно творкое. Если бы вы, мой друг, отложили ваше эффектное появление минут на пять, ему не пришлось бы прыгать в окно. А так он заснул на бегу в ста метрах от дома. Мистер Холмс, что с моим хозяином? Не волнуйтесь, миссис Хатсон, все в порядке, он просто спит. Тем лучше. В своем роде он был неплохим хозяином. Он даже хотел отправить меня в Германию. Но ведь это не сошлось бы с вашими планами, сэр. Пока вы оставались в доме, миссис Хатсон, я был спокоен. Но сегодня мне все-таки пришлось ждать вашего сигнала. Он очень долго говорил по телефону. Да, я волновался, пока в огне не появилась лампа. Надеюсь, вы готовы к отъезду? Да, но сегодня он отправил семь писем. Я, как обычно, переписала все адреса. Прекрасно. Я их потом посмотрю. Как я рада вас видеть, доктор Хатсон. Как ваша прелестная супруга. Как ваша медицинская практика. Спасибо, миссис Хатсон, все в порядке. Видите, снова мамилизован на военную службу. Я тоже самая, как видите. Это парик мистера Холмса. Разрешите идти, сэр? Да, телеграфируйте Смиту на Беккер-стрит, чтобы она встречала. Спокойной ночи, миссис Хатсон. Слушаюсь, сэр. Интересно, что фон Борг упаковал к отъезду. Правда, сведения заключенные в этих документах большого значения не имеют. Большинство из них проходило через мои руки и уже, очевидно, не представляет никакой ценности. Немецкий язык грубоват, но все-таки один из самых выразительных в Европе. Как вы считаете, Варксон? Скажите, Холмс, а зачем вы у него требовали чек? А чтобы убедиться, что не только металлические шиллинги, но и чеки у них фальшивые. Значит, ваши чертежи в том свертке тоже фальшивые? Нет. Нет. Нет, друг мой, я обязан был обманывать фон Борга. Но вам я сказал чистую правду. Наставление по пчеловодству. Да. Меня мучает один вопрос. Когда и как случилось, что вы снова взялись за работу? Вы, как вы видите, в последние несколько лет просматривая газеты, я убедился, что некоторые методы уголовного мира, причем самые грязные методы, стали безнаказанно применяться в политике. Дело в том, что этот джентльмен, мерзно дремлющий на диване, тот самый крепкий орешек, который оказался не по зубам нашей контрразведки. Я потратил на него четыре года и не могу сказать, что это время прошло для меня даром. Сначала, как вам известно, я отправился в Чикагу. Прошел целую школу в тайном ирландском обществе в Буффало. Доставил массы неприятностей местной полиции. И, наконец, обратил на себя внимание одного из самых мелких агентов фон Борга, который и рекомендовал меня своему хозяину как вполне подходящего мерзавца. До вашего эффектного появления, мой друг, я пользовался доверием фон Борга, хотя пятерых его лучших агентов я выследил и обезвредил. Холмс, я вспоминаю старые добрые времена, и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками, рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. можно украсть миллион или убить богатого дядюшку. Это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне? И мне все равно, немецкий ли он барон или английский лорд. Не можем ли мы, вы, я грешный, миссис Хадсон, остановить этот ужас? Мне это все ужасно не нравится. И будущее, по-вашему, не так мрачное, как мне кажется? Надеюсь, друг мой. 20-й век только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok